Ну что же, всем привет! Я рад вашему участию и вашему интересу. Сейчас я включу демонстрацию экрана, и наш сегодняшний семинар – это вводный семинар, на котором я объясню задачи, цели курса, и расскажу, как он будет проходить, на какой платформе, чтобы вам было удобнее пользоваться. Опять же, у нас есть запасной вариант, если кто-то там что-то не справится с одной платформой. Поэтому поехали. Итак, ребят, добро пожаловать на курс. Этот курс, когда я думал, как его сделать, то мне пришла аналогия с путешествием. Вообще, когда мы погружаемся в какой-либо предмет, начинаем изучение какого-либо предмета, это, в принципе, путешествие. И перед началом путешествия нам желательно подготовиться к этому путешествию. И этот курс – это, с одной стороны, подготовка к путешествию, так как это путешествие необычное и в какой-то степени сложное. Сложное не в том, что это прямо сложно камни, как камни таскать, а это сложно, потому что это очень непривычно для нашего ума. И, естественно, что поддержка и какая-то новая информация, новые достопримечательности, новые обозначения трудностей, и чтобы мы были готовы к этим трудностям. Вот цель этого курса именно в этом, чтобы погрузиться в этот предмет, учитывая, зная основные остановки, зная основные трудности, зная основные достопримечательности, зная более сложные маршруты, учитывая контекст, в котором он проходит. Потому что наш контекст путешествия проходит, как правило, все же в городах. Мы не находимся, назовем это, в идеальных условиях для медитации, и поэтому нам вдвойне трудно этим заниматься. Когда я думал об этом курсе, то мне пришло в голову, что целью курса для открытия медитации, такого предмета, как медитация, должны раскладываться в три таких корзины. То есть первая цель – это образовательная цель, то есть просто понимание, что такое медитация. Потому что мы живем в времена, когда медитацией называют все, что угодно. Предложения медитации огромное количество из них, дай бог, чтобы 5% было более-менее действительно совпадало с тем, чем занимается медитация. Медитация действительно может помочь человеку. Не какая-то фантазийная цель, а именно реалистичная цель. Этот курс я хочу сделать, чтобы он был очень и очень реалистичным, потому что на самом деле медитация – это очень такая практическая штука. Об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Практическая цель этой медитации состоит просто в том, что медитацию невозможно изучить без правил. Мы можем читать огромное количество книг, мы можем слушать много-много различных лекций на эту тему. Но если мы не медитируем, то понять этот предмет невозможно. И третья цель, она связана с тем, что когда мы внедряем медитацию в свою жизнь, медитация – это инструмент, который работает с сознанием. Сознание определяет, как человек себя чувствует. Как мы воспринимаем мир, он весь отображается, отражается в сознании. И, соответственно, ситуация в нашем сознании определяет наше восприятие мира. Как мы обозначаем события, какие смыслы вкладываем в эти события. И вот таким образом, что именно ситуация в сознании преобразует нашу жизнь. То есть если мы поменяли свое сознание, то и наша жизнь тоже меняется. Я назвал третью цель этого курса «Трансформирующая». Как бы вы ни относились к этому слову, но на самом деле, если удается встроить медитацию в свою жизнь, то это действительно преображает жизнь. И я на своем примере, на своем опыте 100%, 200% с этим согласен. Еще раз вернусь к тому, что медитацию, сколько бы мы ни читали о медитации, сколько бы мы ни слушали о медитации, медитацию невозможно познать чисто теоретически. И даже многие учителя медитации говорят о том, что не стоит, то есть не нужно много читать текстов каких-либо, вообще не обязательно даже знать. Например, Сунгл Сейдо, моей школы, мастер, который стал основателем, он был вообще простым фермером, то есть у него были поля, он не особо знал никаких текстов, но, так скажем, начав очень интенсивно практиковать, достиг очень высоких уровней югического знания. Поэтому только практика. И практическая направленность этого курса – это самое важное, что бы я хотел, чтобы вы, ребят, постарались воплотить. О деталях, о том, как медитировать, сколько медитировать, мы, конечно, поговорим чуть-чуть похоже. Что еще мне хочется обозначить перед началом курса? В любом случае мы существа, для которых цель имеет важное, структурирующее, собирающее, мобилизирующее значение. Поэтому желательно все же, чтобы вы продумали о тех реальных целях, которые вы хотели бы достичь за время этого курса. И что бы мне хотелось, чтобы вот эти шесть недель, которые курс будет проходить, чтобы вы надолго не выпадали. У нас жизнь все равно проходит так, как проходит, события нас захватывают, дела, происшествия могут, не дай бог, случиться. И это, конечно, влияет на то, что мы можем выпасть из нашего путешествия. Поэтому, ребят, если вы выпадаете, там все может случиться на два дня, на три дня, помните, да, что нужно как можно быстрее вернуться. И вернуться можно, просто включив еще раз какую-либо лекцию этого курса. Я постарался сделать лекции этого курса очень короткими, там три минуты, пять минут, может быть, где-то восемь минут. Объяснение медитации побольше чуть-чуть будет, там восемь, десять минут, пятнадцать минут. То есть это будут небольшие уроки. Вы можете их слушать вот в любое время, когда у вас оно появилось. Я специально не хотел сделать какие-то там часовые, сорокаминутные занятия. То есть вы, если выпали, сразу открываете и снова начинаете, можете прослушать там по три минуты, по пять минут лекции, которые вам больше, допустим, понравились. И это таким образом будет вас возвращать. То есть цель на самом деле материала, который в курс включен, который вы сами самостоятельно проходите, помимо образовательной и разъясняющей, это цель мобилизирующая, мобилизирующая, то есть сохраняющая в сознании памятование о том, что вы поставили перед собой цель внедрить медитацию в жизнь или там прояснить, для чего нужна ли мне медитация или не нужна в жизни. Поддерживающая цель этих уроков, не забывайте о ней. То есть чувствуете, что не хочется медитировать, включаете просто видео, объяснение, например, еще раз послушать какое-нибудь объяснение медитации. Там будет видеоформат и текстовое описание. И потихонечку-потихонечку возвращаемся. Поэтому, если, например, вы уже медитируете по 10 минут и выпали, окей, сделайте, скажите, окей, 10 минут, не могу настроиться, хорошо, 5 минут помедитирую. И помедитируете 5 минут, промедитируете 5 минут, и вам захочется больше. Потому что это как и любое дело, чем больше ты им занимаешься, тем больше чувствуешь его вкус, и тем больше его вовлеченность возникает. Мы будем встречаться с вами на живых семинарах и практиках, кроме сегодняшнего, он вводный. А на каждом семинаре я буду выдавать какую-то информацию, которая соотносится с предыдущей неделей и ее развивает, углубляет. Помимо этого, на семинарах мы, конечно, будем с вами разбирать вопросы, которые у вас возникают. Сразу уточню, что вопросы, если у вас возникают в процессе курса, вы сразу пишите в чат. То есть не ждите, не ждите обязательно семинаров. На некоторые вопросы в чате я буду отвечать сразу, на некоторые вопросы мы будем собирать в семинар, самые такие часто встречающиеся или актуальные, и я буду более подробно разъяснять об этих затруднениях, которые, может быть, у вас возникли на семинарах. Если вам непонятна техника медитации, все может быть, я постарался, достаточно простые медитации нас ждут на этой неделе. Все достаточно просто. Но если что-то непонятно, сразу пишите в чат. Там, Александр, мне непонятно что-то, что-то как-то вот здесь, в какой-то момент. На этой неделе вам откроется журнал медитации, то есть это PDF-файл на первую неделю. Вы посмотрите его. Если хотите, можете заполнять прямо в PDF-ке, если вы умеете пользоваться инструментами на телефоне. В этом журнале там что нужно указывать? То есть время, во сколько вы медитируете, продолжительность медитации, если там один раз, то один, то есть два раза в день, там пять минут утром, пять минут вечером. Или там, допустим, десять минут новая медитация утром, а там основная медитация, кто после луны в випассане медитирует уже давно, это может быть вечерняя сессия или наоборот. Вы фиксируете, вот постараетесь фиксировать свою практику в течение этих шесть недель. Это будет тоже держать наше памятование. Вот то слово, которое используется сейчас «будьте осознанны», вы наверняка это слышали, вот на самом деле вот это «быть осознанным», аспект памятования, он обязательно должен присутствовать. То есть памятование как элемент осознанности, он включен в эту осознанность. На самом деле это оригинальное слово «сати», мы об этом будем говорить позже. То есть оригинальное слово «сати», которое на английский перевели как «mindfulness», а на русский перевели как «осознанность», «быть осознанным». На самом деле быть осознанным – это только один компонент. Осознанность, осознавание – это информация. Дальше у нас идет бодрствование, то есть поддержание, чтобы не выпадать этого осознавания. И следующее – памятование о том, что я это делаю. Об этом мы будем говорить позже, это я просто так вот сейчас вам такую вводную дал. Итак, введите журнал наблюдений и записывайте, как у вас получалось. В конце этого текущего дня вы помедитировали и записали, или сразу после медитации вы можете записывать свои впечатления о медитации. Много писать не обязательно. Если хотите писать более развернуто, пишите. Вы можете, еще раз говорю, делать это в том PDF-ке, а можете использовать просто PDF-ку, вот этот журнал, чтобы оттолкнуться и в своем каком-то дневнике или, условно говоря, в программе записи прямо выделите себе на время этого курса отдельную заметку, и там записывайте по дням, как у вас идет процесс. Это важно, потому что вы будете наблюдать о том, что медитации очень-очень отличаются. То есть, чтобы одна и та же медитация была прямо очень похожа, такого очень редко бывает. То есть, каждый день медитация идет по-разному. И это понятно почему, потому что медитация очень связана с нашим состоянием сознания. То есть, как прошел день, если вы утром медитируете, как прошел день накануне, как вы спали. То есть, медитация, так как наше сознание, оно очень зависит от огромного количества факторов, влияющих на него, даже нами неосознаваемых, то есть, даже проходящих мимо нас, но они как бы оставляют отпечатки. И от зависимости нашего состояния сознания у нас идет медитация. И наша задача, на самом деле, ребят, вообще цель медитации, тоже об этом мы вернемся на следующем уроке, на следующем семинаре, ну, сразу я об этом обозначу, чтобы вы понимали. То есть, цель медитации не то, что вот я как бы такой становлюсь таким богом, который управляет вселенной. На самом деле, наша цель – приходить в точку зера. Я использую такую метафору. То есть, точка зера – это самая сильная позиция для человека. И у нас есть какие-то экстремумы, то есть, плюс и минус. То есть, минус – негативное состояние, тревога, потерянность какая-то, плюс или там закружила жизнь, уже не знаешь, за что взяться. Плюс – это какие-то позитивные или там прямо такие вот суперэмоциональные состояния с плюсом. Учиться проживать жизнь в состоянии точки зера – это не исключая, естественно, положительную составляющую, но точка зера – это самая сильная позиция. И когда у нас в жизни случаются трудности, то вот вернуться в позицию зера – это очень и очень искусная штука. Научиться быстро возвращаться. И это тоже одна из целей медитации, назовем, такого прикладного характера, который очень хорошо помогает в жизни. И этому тоже мы будем учиться на этом курсе. Поэтому ведите журнал, записывайте и следите, как влияет, то есть, анализируйте так, проглядывайте свой день. Вот помедитировал, как потом себя чувствовал. Помедитировал вчера два раза, и так сегодня день разворачивается. Иногда, сразу сбегая вперед, тоже скажу, условно, через какое-то количество дней ежедневных практик медитации вам может показаться, что у вас стало больше в голове всяких мыслей. Не бойтесь этого состояния. Это, знаете, это вот как ты не носил очки, то есть у тебя зрение плохое, ты видел все в таком тумане, а потом ты одел очки, с одной стороны, ты видишь и очень классные, и красивые вещи, более четко, и видишь красоту лучше. Но с другой стороны, ты видишь и более такие неприглядные вещи. Мы в медитации на самом деле, что называется, шлифуем линзу своего ума, убирая его от лишнего, затачивая ее способности, силу, фокуса, стабильность ума. И это позволяет нам видеть гораздо лучше и в событийном процессе, который с нами связан, и на самом деле внутри нашего сознания. Поэтому не обращайте на это внимание, просто продолжайте, и это уйдет. И этот верхний слой самых грубых состояний, он сметается первым во время медитации. Значит, поставить цель медитировать каждый день на протяжении курса, постарайтесь это сделать, ребят. Если вы сразу там говорите, вот, как же так, я не могу, у меня это очень сложно, помните, да, начните, пусть это будет 5-10 минут для начала. На третьей неделе, четвертой неделе, когда мы будем говорить о суммунавипасане, медитации, так скажем, это интенсивный способ медитации, который, ну вот, из моего опыта я не нашел ни одной более мощной медитации, трансформирующей. Вот. Эта медитация непростая, сразу сбегает вперед, но не то, что я пугаю, а лучше, как это, быть готовым, но к ней мы подойдем потихонечку, да, и вот эти первые недели мы будем изучать с вами достаточно простые медитации там, из тибетского буддизма, из жрайана, там, из тибетской йоги, из южного буддизма тоже, другие практики. Проще их можно видеть, их можно использовать вот в том, в той продукции, которая вам подходит. Выключите, пожалуйста, звук, ребят. Поэтому постарайтесь все же медитировать ежедневно. В записанных на текущей неделе видео я говорю, как можно эту штуку, как эти две медитации использовать просто даже между, в перерывах между работой. Они вас будут собирать. То есть, чем чаще мы возвращаем ум вот в эту тренировку, которой является также медитация, потому что медитация это тренировка. И следствием в этой тренировке приходит расслабление. Чем чаще мы возвращаемся, тем быстрее у нас простраиваются, вот сейчас это любят нейронные связи, можно так сказать, но на самом деле, чем быстрее наш ум учится возвращаться вот в эту позицию зера, в эту позицию ровности. И на самом деле это состояние ровности, оно самое-самое приятное. Если в нем очень много легкости, и это очень облегчающе действовать на всю жизнь человека, который сейчас очень много у него делал, он занят большим количеством, так скажем, огромное количество информации, и легкость это пропадает от жизни, а когда пропадает легкость от жизни, то и краски тоже жизни, они становятся затухать. По мере прохождения курса попробуйте, если у вас получится вводить в день, когда вы медитируете два раза в день. То есть, вот допустим, вы понимаете, что можете медитировать 10 минут в день, да, попробуйте сделать один день, там, субботу или воскресенье, когда у вас есть время, чтобы это было два раза в день. Потому что на самом деле существует большая разница, когда человек медитирует один день и два. Медитация, это, знаете, это как выставление такой цепочки, это такие точки кристаллизации. Ты их, чем чаще ты их выставляешь, тем ты быстрее помедитировал, ты как бы вернулся в позицию близкую вот к этой нейтральности, к этому положению в зеро. А потом тебя в события жизни выбили, ты вышел как бы из нее. Потом ты снова ставишь пусть маленькую точечку, и ты как бы себя втягиваешь обратно в эту позицию зеро. Вот этим усилием, которым является медитация, твоя практика. И, соответственно, чем больше вы ставите вот этих точечек в течение своего дня, тем быстрее вы научаетесь возвращаться в ровное состояние. И потом, чтобы успокоиться, просто там выровняться, вам много времени уже не нужно будет. То есть там встал всех, пять минуточек подышал, и все включилось обратно в ровное состояние. Ну и последнее, так что об общем курсе, да, последнюю неделю постараемся интенсифицировать процесс и чтобы, так скажем, завершить его и почувствовать действительно вкус медитации. Почувствовать вкус медитации – это также одна из важнейших целей этого курса. Немножко хочу такую вводную сделать, потому что это важно. Мы с вами учимся всю жизнь и вообще самообучение – обучение – это очень важный процесс, который обогащает человека. И мы с вами сейчас, по сути, начинаем изучать очень такой необычный предмет. Необычный предмет с которым у нас мало опыта. И этот предмет медитации. И поэтому я рекомендую использовать эти вот… Вот на этом слайде написаны некоторые советы, которые помогают лучше усваивать информацию. То есть их можно использовать на самом деле при чтении любой какой-то новой книги, особенно предмете, который вы не очень знаете. Или, например, вам предлагается какая-то альтернативная точка зрения на предмет. Сначала ее на самом деле нужно воспринять. То есть первое прослушивание без оценки и сравнения. Когда вы становитесь экспертами, вы можете к этому сразу подключать некоторый анализ, критическое восприятие. Но в предметах, которые мало у нас опыта, или такой, знаете, смешанный опыт, очень такой, не основанный больше на практике, а больше на информации, то воспринимая информацию и сразу подключая то, что я где-то слышал, вы немножко себя блокируете и останавливаете, замедляете процесс обучения. Поэтому, когда вы будете слушать информацию, постарайтесь первое прослушивание сделать без оценки и сравнения. Когда вы слушаете, допустим, семинар или лекции про себя, как бы отмечайте самые ключевые, ключевые слова, фразы, ключевые термины, да, или какие-то концепты, которые вы раньше, допустим, не использовали в жизни, что-то новое для себя, да, или что-то такое действительно почувствовали, важно. Вот как бы отмечайте эти моменты в процессе слушания. Я, в принципе, есть такие разные способы работы с информацией, когда первый раз слушаешь, на самом деле лучше даже не записывать, а просто воспринимать. Не бойтесь потерять эту информацию, лучше потом прослушать на ускоренной перемотке, будет возможность в полтора раза ускорять проигрывание записей, вот, лучше прослушать еще раз и там уже записать себе, если вы не запомнили ключевые фразы, какие-то идеи. после того, как вы просмотрели какой-либо урок, попробуйте, не повторяя, вот первый раз посмотрели, вспомнить и своими словами описать то, что вы запомнили, то, что вам действительно показалось важным. И вот это записать. Таким образом, на самом деле, вы будете обучать свой ум, свою память, воспринимать информацию и выделять сразу ключевые моменты. То есть, это тоже очень полезный момент, он развивает память, такая работа с информацией. То есть, не сразу вот я послушал такой, вроде бы слушал и ничего не запомнил, в конце не могу вспомнить. Попытайтесь сначала без повторения вспомнить, но если уже не получилось, прослушайте. То есть, это такая тренировка, и на самом деле, вы можете вы можете просто улучшить свою память в работе с информацией и выявлением самых важных деталей. Еще важный момент, который тоже вот я использую и мне он помогает. То есть, я вот ложусь, допустим, перед сном и я так прогоняю свой день. То есть, просто как бы какие-то ключевые моменты в дне выделяю. Особенно там останавливаясь, например, на тех моментах, которые, вот допустим, я чувствую, что я вел не совсем себя искусно. Можно вспомнить основные важные вещи, которые в этот день изучили. Это может быть практический какой-то предмет, то есть, практики, что-то нашли для себя, как лучше действовать. Или это может быть какая-то информация теоретическая, назовем это так, или какая-то идея. Чтобы просто вспомнить это. И это тоже будет помогать вам развивать свою память, потому что, вот как вы знаете, я вот говорил слово памятование, то есть, в медитации развивается в том числе необходим такое качество ума, как памятование. Это не то, что суперхорошая память, нет. Это то, что ты держишь в голове. Самые важные вещи, они при этом тебя не напрягают, то есть, не создают стресс. И это направление твое поддерживает к тому, что ты для себя выбрал в своей цели. У тебя более стабильный ум и фокус не сбивается, то есть, внешние события не сбивают фокус. За эти 6 недель, чем меньше у нас будет сбиваться фокус в нашей практике, в нашем знакомстве с медитацией, с нашим погружением в медитацию, тем лучших результатов вы достигнете за этот курс. Да, ну и хорошо еще там накануне нового урока вспомнить то, что вы прослушали предыдущий урок. Как вы будете прослушивать урок? Вы, так как уроки короткие, то вы можете, конечно, это сделать и за один день. Вы можете это сделать за один день, а потом в следующие дни еще разочек прослушать, может быть, что-то новое для себя найдете. Это что касается нашей работы с материалом. А сейчас я вам покажу наш бот, как мы будем работать в чат-бот курса открытия. Я сейчас его скину вам ссылочку в наш закрытый чат, и вы пройдете процесс легкой регистрации, и вот перед вами будет что-то подобное. То есть я нажимаю расписание, и вот оно вышло вот у меня... Сейчас. Перейти к курсу. Значит, видите, да, все мои курсы. Мои курсы, значит, ну, все курсы вы можете наживать, у вас один курс сейчас. Вы наживаете «Мои курсы», вот открытие медитации. И вот у вас открывается курс, да, значит, вы перейти к курсу, нажимаете кнопочку, и он переходит к вам, переходит дальше. Дальше вы можете вот программу «Открыть». Вот первая лекция, там вторая, третья, четвертая, пятая. Вот первая лекция. Я нажимаю первую лекцию, и вот там тут пошло видео, и вы смотрите первый урок. Ребята, да, то есть вот этот первый урок у нас с вами. Значит, дальше вы нажимаете, после того, как вы его прошли, вы нажимаете «Следующий урок». Да, и вот у вас второй урок, это вот этот журнал медитации. Вы его себе загружаете, и дальше переходите к следующему уроку. Переходите к следующему уроку, и вот у нас пошло первое описание первой медитации, вот она, да, то есть текстовая. Лучше посмотрите сначала видео, а потом почитайте текст. И вы начинаете изучать, начинайте изучать, соответственно, медитацию первую, которую, и так далее, пошли к следующему уроку. Уроков у нас немного, прохождение курса в виде чат-бота, то есть вам никуда не нужно уходить из нашей группы, вы прямо все в Телеграме смотрите, и никуда не нужно зарегистрироваться, и так далее, да. Что касается бота, да, то есть в боте вы должны просто перепрыгивать между уроками, ну, или заходить в программу, и там уже выискивать себе какой-либо урок. Мы этот бот только-только запустили, и там могут быть небольшие, как бы, ошибочки, и опять же нам, ну, мне, там, команде, которая его разрабатывает, важен ваш фидбэк, насколько удобно им пользоваться, и что там не нравится, например, так что вы будете это писать, только не в общем чате, я отдельно, отдельно сделаю группку, там, внутри нашего чата, чтобы вы писали, какие у вас затруднения по техническим моментам возникают. Что еще хотел сказать, да, значит, смотрите, вы можете на самом деле сегодня уже изучить первую технику медитации, да, и проделать ее, там в описании написано, сколько ее делать, то есть проделать ее, там, один-два раза, прежде чем изучать вторую технику медитации. Когда вы изучите две техники медитации, вы попробуете один-два дня проделать, там, технику номера медитации, один, допустим, Эти техники, они очень короткие, то есть это вообще очень короткие медитации, там даже нужно, наоборот, не нужно делать их очень много, потому что там важно именно вот это такое расслабление ума, чтобы было. Эти техники, они из Махамудры, там есть своя методология подвода человека к медитации, концентрации, к стабильному уму. Прочитали, просмотрели первую технику медитации, проделали там. Утром, вечером 3 минуты можно сделать, можно 5 минут, можно 7 минут, можно 9 минут. То есть больше 9 минут первую технику медитации даже делать не нужно пока. Если, соответственно, вот вы делаете ее, допустим, раз время перед сном есть, там снова сделали 3 минутки ее. На следующий день повторили еще раз, ну, допустим, времени нет, больше 3 минут сложно выделить, окей, сделали хотя бы 3 минуты. Но если вы делаете 3 минуты, конечно, лучше сделать утром и вечером, потому что все же 3 минуты – это такое маленькое воздействие. На следующий, там, третий день вы делаете уже, изучаете, но вторую технику медитации этой недели и делаете ее. По поводу первой техники медитации вы можете сделать ее перед этой 3 минутки, а потом сделать вторую технику медитации. Вы можете сделать просто вторую технику медитации в этот третий день. Потому что первая техника медитации, смотрите, она такая особенная, там нужно класть или камешек, или какой-то предмет перед собой. Эта техника медитации, она вспомогательная. То есть вы ее будете использовать в процессе жизни, когда у вас есть камешек, где вы можете сидеть, положить перед собой предмет и подержать свой ум на этом предмете. Там все описание будет даваться. Поэтому вы первую технику медитации используете гибко. Захотели сделать ее – сделали. Вторая техника, она является как бы основной на этой неделе. Поэтому после того, как вы два дня поделали первую технику медитации, вы начинаете больше уделять внимание второй технике медитации и до окончания недели фокусируетесь на ней, а первую делаете тогда, когда у вас есть желание. Это может быть сразу в одну сессию со второй, это может быть отдельно, как вам угодно, как вам больше нравится. Понятная идея? Я ее еще опишу вам отдельно в чат, чтобы у вас сохранилась информация. Пожалуй, все на сегодня. Если какие-то вопросы готов выслушать вас, значит, вопрос от Александра. Чем, с вашей точки зрения, медитация отличается от транса, чем медитация отличается от молитвы? Ребята, давайте, это хороший очень вопрос, Александр. Давайте мы его перенесем на следующий семинар. Я этот семинар вводный не хочу сейчас сильно затягивать. Он больше направлен на такое просто введение в тему, и чтобы вы поняли, как пользоваться курсом. После прохождения этой недели у вас появится описание, то есть вы будете понимать определение медитации. И тогда этот вопрос, когда мы к нему вернемся, мы с этим вопросом поработаем на более глубоком уровне. Дмитрий задает вопрос. Александр с точки зрения техники всегда моделировал с закрытыми глазами, как перестроить себя на полуоткрытые. Значит, смотрите, ребят, в той школе, которой я занимаюсь, в основном глаза закрыты. На самом деле глубочайшие степени концентрации, сама архитхиана, они достигаются именно с закрытыми глазами. Но в некоторых школах используется техника с полуоткрытыми глазами. Вот, например, первая медитация, медитация на камушах, она будет, конечно, как мы должны фиксировать своим взглядом камушек, то она производится с такими расслабленными, открытыми глазами. Вторая техника первой недели, которую вы изучите, ее можно делать с открытыми или с закрытыми. Вопрос перестройки – это просто как бы себе говоришь. Окей, попробуй так, просто для интереса. То есть не нужно, так скажем, создавать из этого какую-то дополнительную историю. Окей, раз люди медитируют и с открытыми глазами, я привык к закрытыми. Но на самом деле, ребят, вот я привык к закрытыми, но с открытыми тоже могу. Это, по сути, нет разницы, по сути. Вот, поэтому просто попробуйте. Вы используйте вот что-то непривычное для вас, ребят, как просто, как тест. Хочу попробовать так. Сразу не цепляйтесь за то, что, а, я привык вот так. Потому что вот это на самом деле, медитация – это не так, как я привык вообще. То есть медитация – это не так, как я привык делать в своем сознании. Особенно по отношению к тем действиям в своем сознании, которые дают мне плохое ощущение, боль несут. Потому что мы на самом деле боль создаем от ситуации в себе. Иногда одна и та же ситуация по-разному нас влияет. То есть ты там встретился с человеком, поговорил прекрасно, друг, а потом на следующий день ты с ним встретился, он тебя раздражает, грубо говоря. Вот просто ни с того, ни с сего, непонятно. Мне друг, неважно, любой человек. То есть объект не изменился, а наша ситуация в сознании изменилась. Почему? Потому что я создаю какой-то комментарий новый. Если мы к определенным событиям нашей жизни привыкаем создавать один и тот же комментарий, который влияет на нас плохо, это привычка. И это привычка, которую стоит изменить. И медитация как раз позволяет менять вот эти привычки, которые добавляют, которыми мы увеличиваем боль от ситуации. Да, может быть трудная ситуация, но чаще всего к этой трудной ситуации мы добавляем еще несколько этажей боли, то есть мы увеличиваем несколько раз боль внутри себя к этим трудностям, которые в жизни, естественным образом, возникают. И медитация – это в том числе, чтобы не увеличивать себе вот эту дополнительную боль. Поэтому, Дмитрий, я уверен, что получится все. Тем более мы первую медитацию, я вам рекомендую так вот активно делать первые два дня, чтобы у вас был инструмент. Это еще одна из целей курса, чтобы у вас была такая обойма инструментов, которые в разных контекстах, то есть в разных ситуациях вы могли использовать. Но я буду всем рекомендовать, чтобы у вас была одна-две основная техника медитации. То есть одна даже основная, в конце концов, которая у вас является таким основным вашим локомотивом. А вторая – дополнительная, когда, допустим, ситуация не позволяет так медитировать. И, может быть, там еще одна какая-то, то, что вы изучите на этом курсе, если вы проделаете недельку, то есть я буду рекомендовать каждую технику проделывать неделю. То есть вот у нас первые две техники – проделать их неделю. Хоть я и сказал, что первую технику один-два дня можно делать, но на самом деле, опять же, если, так как минимальное количество времени, там, три минуты, то это можно делать, на самом деле, каждый день ее тоже. Поэтому, чтобы вы почувствовали, как эта медитация на вас работает, мы стремимся к тому, чтобы вы делали эти техники. И я вам много техник не буду давать. На самом деле, это вот только первая неделя, из-за того, что здесь такая первая техника на камешках, она очень-очень такая коротковременная. Вот я вам дал две техники. Так мы будем сосредотачиваться каждую неделю на одной технике, чтобы вы прочувствовали, через себя пропустили и понимали, что для вас лучше работает. И уже остановились к концу курса на тех методах, то есть техниках, которые вам лучше всего ложатся, и вам действительно чувствуете его. Это действительно хорошо для меня, хорошо, и мне нравится эта штука. И вы спокойны, самое главное. Катя написала, может, я прослушала, в каком режиме, в какие дни, в какое время будет онлайн-встреча на курсе. Смотрите, ребят, у нас основной семинар раз в неделю, он является итоговым к материалам предыдущей недели. То есть вот все материалы, которые вы проходите, вопросы у вас возникают, опять же, записывайте, пишите в чат. И потом мы их разбираем, и, конечно, я буду на каждом семинаре выдавать какой-то новый блок дополнительной информации, которую не стал записывать в эти короткие лекции, предзаписанные лекции. В течение недели мы будем проводить вообще у нас по плану одна общая групповая медитация. Когда мы ее будем проводить? Значит, первый вариант – это вот после семинара или до семинара. Второй вариант – в субботу. И иногда я буду давать в середине недели тоже групповые встречи. То есть вот на этой неделе я сейчас, в воскресенье, вечером выложу вам пару вариантов встретиться посредине недели. Но это будет встреча, скорее всего, в среду или в четверг, чтобы вы успели изучить и попробовать эти первые две техники медитации, чтобы нам было о чем говорить. Понятно? Время четверг – это будет или, сразу вам скажу, потому что у меня там занятия, то есть это будет или в 8.30 по Москве, или утром. Мы, конечно, вернемся после или до первого семинара, который у нас будет в следующее воскресенье. Соответственно, вторую встречу практическую мы сделаем или перед семинаром, или после семинара. Вот в субботу, я думаю, мы не будем, потому что у людей свои дела. Лучше прикрепим это к семинару. На текущей неделе у нас с вами будет одна встреча среди недели. Это, скорее всего, будет четверг, в которой у вас уже изучивших и попробовавших вот эти первые две техники медитации, и у вас, может быть, возникли вопросы, они будут разобраны, и мы сделаем короткую практику. Вторая встреча практическая будет или перед семинаром в следующем, или после. Надеюсь, ответим. Давайте, что называется, в путь. Был рад вас всех увидеть. Постарайтесь все же не пропускать семинары, если, понятно, что всякие обстоятельства будут. Но постарайтесь не пропускать семинары, потому что живые встречи, ну, как бы, их сложно заменить все же предзаписанными. Помните, любой вопрос сразу пишите, задавайте в чат. И очень рад вас видеть. Многих ребят там не видел уже достаточно долгое время. Приятно видеть старых знакомых. Что же, хорошего дня. Сейчас я вам скину ссылочку на чат-бот. То есть вы начнете проходить курс через чат-бот. Пока-пока. Пишите вопросы, ребята, или в личку, если личный вопрос, или общий в этом. В личку. Постарайтесь, если вопрос, который может касаться, интересен всем, а не чисто личный, писать все же в общий чат, потому что я, как это, потому что одни и те же вопросы разбирать лучше, как это, в общем чате. Все, пока-пока.